Девушки отдыхают Я думаю, вы тоже многие ощущаете это Что не хочется ничего иметь внутри, кроме Господа Настолько Он прекрасен Настолько Он замечателен И я вам просто благословляю вас Чтобы Он заполнил вас сейчас Принимайте Вы знаете, надо еще научиться принимать Мы очень часто молимся Господи, приди, приди Фактически, ты приди Потому что Господь-то уже здесь Ты открывай сердце И впусти Его Потому что нигде не говорится, что мы должны бегать за Ним Ловить Его, искать Его Если искать надо, то самих себя Адам, да, где ты? Прячусь за кустиком Как хочется, чтобы мы всегда были у Его ног И сейчас, я надеюсь, мы приходим к Его ногам Чтобы слушать Его, чтобы учиться от Него Чтобы услышать Дух Его И я хочу просто поговорить на такую тему, которую мы иногда Задаемся вопросом Ну а если не мы, если нам все понятно То нам зададут вопрос Вот такой был момент у Иисуса Христа Когда к Нему принесли расслабленного Фактически парализованного И Он, когда исцелил Его Если помните, и сказал, что и грехи прощает Вот Матфея 9, 2 записано И вот принесли к Нему расслабленного Положенного на постели И видя Иисус веру их Их, не его, их веру Сказал расслабленному Держать чадо, прощаются тебе грехи твои Зачем Его принесли, чтобы Он грехи прощал? Нет, Его принесли, чтобы Бог исцелил, правда? Те, которые принесли Его, несли, тащили Бедного, расслабленного Они надеялись, что Иисус будет сейчас исцелять А Он говорит, прощаются грехи твои Интересен наш Иисус Почему Он начал с этого? Мы сейчас немножечко порассуждаем Ну, вы знаете, что это вызвало Большое возмущение у фарисеев Просто фарисеи не пересли такого Как это так? Прощают грехи Они смущались, но не настолько Когда Иисус исцелял То одного, то другого Больше всего их смущало Когда Он это делал в субботу Тут, когда Он сказал Прощаются грехи О, это было уже too much Что легче, ответил им Иисус Прощаются тебе грехи сказать Или встань и ходи Он сказал, ну ладно Пусть встанет их и идет Вставай и ходи Возьми постель еще свою Но вот этот вопрос у Него Был очень интересный Что легче сказать? Прощаются тебе грехи Или сказать встань и ходи А вы задумывались над этим вопросом? Вы имеете ответ на этот вопрос? Я думаю, этот вопрос Такой был интересный Годами я все время думала Почему так Иисус спросил? И на самом деле Что легче Для меня лично сказать Ну, я тебя прощаю Чем взять и исцелить Но что-то Он сказал Очень интересное Что Он имел в виду? Я знаю, что книжники Фарисеи были Сильненько смущены Потому что они привыкли Что, ну, пророки Могут совершать чудеса Мы с вами знаем Много чудес совершали И Илья И Елисей И Моисей Все пророки Но ни один из них Никогда не осмелился Сказать Прощаются тебе грехи твои Никто не взял на себя Такую ответственность За Бога Взять и простить грехи Мы знаем с вами Что если кто-то Согрешил против тебя Человек против человека То, конечно, Должен простить грехи Правда? Ты имеешь право Простить грехи У тебя есть право Потому что это Против тебя было сделано Это твой обидчик И мы знаем Что ты должен Даже не только Имеешь право А должен даже простить Однако Простить чужой грех Я не могу Вот, например Обидели Там Александра Или Марту Или Галочку А я скажу А я тебя прощаю Как по-вашему Это будет правильно? Я думаю Это вообще неправильно А какое Я имею право Я простить Если обидели Галочку Не имею право Простить Вот она Должна простить Того Кто ее обидел И Иисус сказал Что мы Обязаны Прощать Друг друга Иначе Даже не получим Прощения от Отца Матфей говорит 18.35 Так и Отец Мой Небесный Поступит с вами Если не простит Каждый из вас От сердца Своего Брату Своему Согрешение Его И Павел говорит Что мы должны Прощать Ефесянам 4.32 Написано Но будьте Друг ко другу Добры Сострадательны Прощайте Друг друга Как и Бог Во Христе Простил вас Но этот человек Которого Принесли Он лично Как Иисус Человеку Иисусу Ничего не сделал Чтобы Ему Прощать Почему Иисус Сказал Прощается Как получали Прощение В то время Например От Бога Народ Израильский Как Вы помните Хорошо Они Приносили Жертву Они Приходили К священнику Даже Не просто Сами Зарезали Животно И получили Прощение Нет Они должны Были Прийти К священнику Принести Жертву Определенную Священник С молитвами Произносил Возлагал На жертву Грехи Этого Человека И после Этого Он мог Сказать Тебе Прощен И то Только Те Которые Ты совершил Уже Только На какое-то Время Потому что Когда Ты вышел Из этого Храма Ты пошел Опять Грешить То есть Эта Жертва Она Не снимала Все Грехи Она Не освобождала Человека Она Просто На какой-то Ну может быть На год Они в год Раз Приходили И определенные Жертвы Приносили Полное Освобождение От грехов Никто Не получал И должен был Снова И снова Приходить И снова И снова Приносить Жертвы И это Священники Знали И это Фарисеи Знали Завидал Весь Народ И вдруг Иисус Говорит Прощаются Тебе Грехи О как Хорошо Это Вызвало Возмущение У них Еще Кто Мог Прощать Грехи Но Не Грехи А Согрешение Против Так Будем Говорить Царь Мог Простить Правитель Мог Простить Если Противозаконное Что-то Совершалось В государстве Правитель Мог Простить Или Не Простить Царь Мог Простить Или Наказать Тот Который Имел Имение Хозяин Имения Мог Простить Раба Или Наказать То есть Для того Чтобы Прощать Надо Что Иметь Власть Чтобы Прощать Надо Иметь Власть Помните Как Сказал Пилат Иисусу Христу Он Сказал Я имею Власть Вот Иоанна 19 10 Написано Что Пилат Говорит Ему Мне Ли Не Отвечаешь Не Знаешь Ли Что Я Имею Власть Распять Тебя То есть Не Простить И Власть Имею Отпустить Тебя То есть Простить По Человечески Это Так И Есть Пилат Имел Власть И Он Получил Эту Власть От Кесаря У Него Была Власть Он Был Правитель В Израиле В Данный Момент Однако И Тут Иисус Очень Интересно Ответил Он Ответил Что Над Ним Никто Не Имеет Власти На Этой Земле Если Бог Не Позволит Над Иисусом Власти Никто Не И Он Выше Всякой Власти И На Земле Я Сказал И На Небе Кроме Отца Над Его Головой Никого Нет Выше Только Отец Поэтому Иисус Ему Ответил Ты Не Имел Бы Надо Мно Власти Никакой Да Если Бы Не Было Дано Тебе Свыше Посему Более Греха На Том Кто Предал Меня Тебе Я Не Только Не Думаю Я Уверен Что Пилат Ничего Не Понял Я Думаю Что Все Что Говорил Иисус Мы Сегодня Начинаем Понимать Ну Я Имею Ввиду Христианство Начинает Понимать После того Как Дух Святой Сошел От То Время Мало Что Понимал Народ И Слушал Его И Изумлялся Но Иисус Оставил Свидетельство О том Что Он Сын Бога И Никто Не Власти Над Ним И То Что Сейчас Происходит С Ним Это Тоже Бог Тебе Позволил Иисус Он Единственный Кто Имел Право На Собственную Жизнь Он Имел Власть Не Только Над Другими Над Своей Жизнью Имел Власть Потому Что Он Был Начальник Жизни Начальник Жизни Начало Жизни И Господин Жизни Вот Как Он Интересно Сказал Там же У Иоанна 10 18 19 Он Сказал Про Собственную Жизнь Никто Не Отнимает Ее У Меня Ну Как же Ведь Фарисеи Ведь Они Осудили Они Пилату Передали Пилат Разрешил Никто Не Отнимает Ее У Меня Но Я Сам Отдаю Ее Опять Смотрите Власть Имею Власть Отдать Ее И Власть Имею Опять Принять Ее Сию Заповедь Получил Я От Отца Моего Прежде Чем Он Сюда Пришел Он Много С Отцом Говорил И Он И Он И Заповедь Такую То есть Он Уже Пошел На Эту Землю С Доброй Волей Если Захочешь Отдашь Жизнь Свою Если Не Захочешь Не Отдашь Не Было Насилия В этом Отец Насилия Не Совершил Это Была Добровольная Жертва Иисус Имел Возможность И Право Имел Власть Отказаться И Уйти Или же Согласиться Сию Заповедь Получил Я От Отца Моего От этих Слов Опять Произошло Между Иудеями Распряну Не Не Удивительно Никто Ничего Не Понимал Что Он Так Говорит Вообще Знаете Почему Потому Что Они Очень Хорошо Знали Что Ни Один Человек Не Имеет Власти На Своей Жизнь Если Вы Думаете Что Вы Имеете Власть На Своей Жизнь Вы Ошибаетесь Кто Может Продлить Себе Один День И Кто Может Сократить Себе Один День Только Самоубийца Разве Что Никто Мы Власти Не И Экклесиаст Сказал Очень Интересно 8 8 Человек Невластен Над Духом Чтобы Удержать Дух И Невластен Да И Нет Власти У Него Над Днем Смерти И Нет Избавления В Этой Борьбе И Не Спасет Нечестивый Нечестивого Нечестия Нечестивого Нет У Человека Власти Над Днем Смерти Над Днем Жизни А Иисус Говорит Имею Власть Как У Свидетельство Он оставил Что Он Не Просто Человек Он Сын Бога Он Засвидетельствовал Об этом Что Его Происхождение Божественное Он Начальник Жизни И И Имеет Полную Власть На Все А Это означало Что Он Имеет Власть И Простить И Не Простить Тоже Имеет Власть На Ком Оставить На Том Останется Он Он Жизнь Понимаете Он Господин Жизни Если На Ком То Он Оставит Грехи Никто Не Может Простить Никто Не Сможет Противостать Слову Бога И Если Он Простил Никто Не Может Наказать Потому Что Он Простил Никто Это Власть У Него Он Кто Господин Жизни Он И Сын Человеческий И Сын Божий В Одном Лице И Этой Властью В Дальнейшем Он Поделился Со Своими Учениками И С Нами С Теми Кто Дети Его Божьи Дети Но Я Хочу Вернуться К Власти Прощения О Которой Заявил Иисус Христос Книжникам Мы С Вами Очень Хорошо Видим Что Простой Человек Не И И И И И И Прощать Я И И Веду Не К С С А Например Разбойник Бандит Нарушил Законы Англии И Я Его Прощаю Не Сажайте В Тебе Я Прощаю Кто Я Где Права Покажите Какая Власть У Тебя Что Ты Прощаешь Никакой Понимаете Что Я Хочу Сказать Не Все Имеют Власть И Если Человек Согрешил Против Государства Значит Должна Быть Власть Которая Имеет Право Его Или Простить Помиловать Или Наказать Если Кто-то Нарушил Закон Бога Значит Имеет Право Бог Или Простить Или Наказать Просто Так Взять И Простить Другой Человек Не Может Это Не Имеет Власти Даже Его Слово Я Прощаю Не Имеет Власти Нужно Быть Уполномоченным Нужно Иметь Полномочия Для Того Чтобы Прощать И У И И И И И И И И И Полномочия Он Был Царем Это Его Царство И Он Священник Он По Двум Причинам Мог Прощать Как Царь И Человек Нарушивший Его Законы Согрешил И Он Как Царь Может Простить Что Нарушили Законы Его Царства Или Наказать И Не Простить И Он Он Священник И Принес Сам Себя Еще И В Жертву Со Своей Собственной Кровью Может Простить И Может Наказать Все Зависит От Насколько Человек Искренен Пред Богом Но Просто Человек Просто Любой Если Будет Наказывать Не Прощать И Прощать Это Само Простив Самосуд Даже Гражданский Кодекс Осуждает Самосуд Правда Так что Возмущение Книжников Нам Понятно Они Не Поняли Что Происходит Они Увидели Что Видели Человека Пусть Пророк Но Человека Перед Ними Стоял Просто Человек И Вдруг Прощает От Имени Бога Поступок Был Ими Не Воспринят Потому Что Они Иначе Понимали Писание Поэтому Международно Поэтому Между ними Происходили Все Время Недопонимания Возмущения Сколько Слов Мы Видим С вами В Писании Где Они Возмущались Из-за Поступка Иисуса Иоанна 10 19 21 Написано Вот Эти Слов Опять Произошло Между Иудеями Распоря Многие Из них Говорили Он Одержим Бесом Безумствует Что Слушаете Его Другие Говорили Это Слова Небесноватого Может Ли Бес Отверзать Очень слепым Вот Это Недопонимание Всегда Было Почему Они Не Совсем Уверились Что Это Был Сын Бога Но Господь О Себе Заявил На Поколение Кто Он Есть Он Говорил И Свидетель Кто Он Есть И Какую Власть Он Передает Церкви Как Глава Церкви Он Передает Эту Власть Нам Он Все Сделал Ради Человека Он Имел Эту Власть Вы Знаете Будучи Богом Он Имел Эту Власть Ему Не Надо Было Покорять Дьявола Нет Если Вот Так Подумать Для Чего Все Это Было Сделано Не Уже ли Бог Отец И Его Сын Иисус Христос Не имели Власти Над Дьяволом Не Имели Власти Над Смертью Которые Сами Заключили Дьявола В смерть Не Им Власти Зачем Все Это Было Нужно Зачем Иисус Пришел На Землю Почему Это Человеческая Плотина Это Все Для Нас Чтобы Нам Дать Власть Он Как Человек Воспринял Эту Всю Власть Когда Он Сказал Дана Мне Всякая Власть На Небе И На Земле Он Имел Ввиду Как Сыну Человеческому Чтобы Мы Эту Власть Имели Понимаете Это Все Для Нас Все Что Мы Сейчас Видим Он Совершил Как Человек Как Сын Человеческий Имеющий В себе Еще И Отца А Кто Сейчас Мы Не Дети Ли Бога Он Нам Сделал Соделал Детьми Бога Чтобы Внутри Нас Была Вот Эта Власть Какой Имел Когда-то Он Это Все Было Для Нас Вы Помните Когда Принесли Младенца Иисуса К Симону Что Он Сказал Он Интересные Слова Сказал Лука 2 34 35 Он Благословил Их И Сказал Марии Матери Его Все Лежит Сей Нападение И восстание Многих Израилей И в предмет Предкновений И Тебе Самое Оружие Пройдет Душу Да Откроется Помышление Многих Сердец То есть Для чего Он Лежит Для чего Он Пришел У Него Есть Большая Миссия Но Из-за Того Что Многие Не Поймут Это Будет Преткновение Для Одних И Преткновение Для Падения А для Других Это Будет Возвышение Это Откровение Истины Это Подъем Блажен Кому Кровь И Плот Не Открывает А Дух Открывает И Когда Дух Божий Открывает Для Тебя Это Все Открыто Ты Все Понимаешь Ты 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 Видишь Не Человека Иисуса Ты Видишь Бога Господа У Кого Открыты Уши У Кого Открыты Сердца Они Видят Это Но Если Мы Возвратимся К тому Моменту Когда Иисус Простил Грехи Парализованному Я Лично Вижу Что Он Хотел Показать Израилю Показать Кто Истинный Царь Кто Имеет Право Прощать Совершенный Беззаконие Против Царя У Кого Есть Власть О Том Что Он Сын Бога Живого Что Он Священник Что Он Царь И Священник В Нем В Одном Лице Царь Священник И Что Он Уже Давно Понес Грехи Этого Мира Он Пришел Уже Сюда Агнцем Закланным Вы Помните Да Агнец Закланный От Создания Мира У Него Уже Все Было Совершено Он Только Должен Это Все Воплотить Он Уже Был Жертвой Уже Кровь Было Пролито Все Было У Бога Поэтому Он Уже Имел Право Прощать Осталось Только Передать Эту Власть Нам Потом И Миссия В этом И Состоялась Все Передать Человеку И И И По Этим Двум Причинам Что Он Был И Священником И Царем Теперь Нам Сказано Что Мы И И Мы Прощаем Но Есть Такое Но И Имеем Мы Право Прощать Или Не Прощать оставлять грехи или же прощать грехи сами по себе, без Господа. Мы не имеем права. Есть одно но, которое сказал Иисус, когда дал это право ученикам Своим. Мы не сами должны прощать. Но Он сначала сказал, примите Духа Святого. Он сначала вдохнул, вот как сказано, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Знаете, сегодня, когда я пересматривала это слово, еще раз прочитала вот этот кусочек, что нам Бог дал, какое право нам дал, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я опять задалась вопросом. И говорю, Господи, неужели это наше право, отправлять в ад или же в рай? И вы знаете, услышала, что не это имеется в виду. Когда говорится о том, что мы можем прощать или же оставлять, это значит, мы заступники. Если человек согрешил и покаялся, мы имеем власть простить ему и заступиться. Но если мы считаем, что он должен быть наказан, от Духа Божьего считаем, не так же своим настроением плохим, то он будет наказан. Бог посчитается с нашим мнением. Это же мы видим с Павлом. Как Павел наказывал, помните, предаю плоть сатане. Он дважды не простил грехи одному человеку и второму. Мы дважды видим это в Писании. Дважды он не простил. Но это не то непрощение. Это непрощение для этой жизни, чтобы он был наказан. Он должен быть наказан. И это тоже милость. Это тоже милость, понимаете? Но все равно, что родители. Иногда мы их прощаем на слово, верим, да, прощаем, ладно, беги, играйся. А иногда говорим, нет, дорогой, встань в углу, постой. Потому что я тебе много раз говорил, ты не слушал. Это что, мы не любим детей? Любим. Это милость. Чтобы, наконец, ребенок понял. Потому что до него иначе не доходит. Вот какую власть мы имеем. Непрощение наше, это будет наказание. Но наказание во благо. Это тоже должна делать любовь. Понимаете, это все должна делать любовь. Не из-за ненависти. Вот ненавидим, не любим, не нравится. А пусть пострадает. Вот мы не прощаем. Вы знаете, сколько было сделано вне любви, вот этого. Церковь взяла на себя эту обязанность и взяла на себя эти права казнить, наказывать, не прощать. Без духа. Без духа Божьего. Поэтому сжигали на кострах, распинали. Вы сами знаете, что творили. Инквизиция, что творила. Имели власть. И все тряслись от этой власти. Разве это нам дал Господь? Разве такую власть нам дал Господь? Власть должна быть в любви. Власть без любви — это что? Жестокость. Поэтому должна быть власть в любви. А это Дух Святой. Это Дух Святой. Те, которые водимы Духом Божьим, написано «Суть Сыны Божьей». Если ты Духом Божьим не водишься, то не бери на себя эту власть. Прощать или не прощать. Потому что и ты непрощен окажешься. Это страшно. Лучше не вмешиваться в это. А дать суды Богу. Но если Дух Святой через тебя прощает или не прощает, наказывает, то Он имеет на это право. Он знает, что. Поэтому мы с вами должны быть в Духе Божьем, чтобы знать волю Бога, чтобы творить волю Отца. Нам дана власть. Мы имеем ее, но при этом должны быть исполнены Его любовью. Мы должны видеть Божье помышление, мысли. Его намерение. Знать Его отношения. Тогда мы будем действовать в одно с Ним. Как сказано, что дела совершат Отца, да? Дела Божьи совершат. Они свои. Бог знает и мысли, и помышления, и намерения. Поэтому я вас призываю Духа Святого иметь внутри себя. и быть водимыми Духом Божьим. И знайте, что да, человек имеет, Божий человек имеет власть. Но тот, который действительно ее имеет от Духа Божьего, он очень скромен в этом. Он боится Господа в первую очередь. Матфея 9, 4-6. Иисус сказал, видя помышления их, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать, стань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит, расслабленную стань, возьми постель твою и иди в дом твой. Теперь я хочу вам сказать интересную вещь. Акт исцеления это прощение. Если Бог не простит, ты не исцелишься. Болезнь — это следствие проклятия. Это следствие, чего? падение, грехопадение Адама. И это следствие сейчас на всей земле. Это следствие. Даже если ты лично сам в данный момент не согрешил, но заболел, то ты все равно адамовская натура грех-то носит. поэтому Иисус простил для того, чтобы исцелить. Если даже расслабленного принесли не потому, что Он что-то совершил такое, вот тебе так, видишь, надо, вот ты получил от Бога наказание. Если даже в это время Он не был грешным и за это получил болезнь, то все равно Он нуждался в прощении, чтобы просить об исцелении. Поэтому, когда человек заболевает, в первую очередь, что он должен сделать? покаяться. Поищите в себе. Покайтесь. Даже если вы не виноваты, Его всегда найдется за что покаяться. Потому что исцеление это следствие покаяния. Понимаете? Поэтому Иисус сначала простил. Это закон. И если мы не будем прощать, как мы будем исцелять? Мы должны иметь такую любовь, чтобы нести прощение. Понимаете? Понимаете, почему Он сначала простил? Он уже знал этот закон, что надо простить сначала, чтобы проклятие не имел на тобой власти. Вот, мои дорогие, какое интересное место, правда? Лично мне очень было интересно услышать, что произошло и почему Иисус сначала простил, потом исцелил. и почему имел право. И почему мы имеем право. И на что мы имеем право. Запомните, мы не в ад посылаем. Нам не дано этого права. Это судит только Бог. Но наказать мы имеем право. Это нам дано. но Духом Святым не как человек. Если как человек может обернуться эта палочка другим концом на тебя. мы можем